Советский такси Андрей Яхновец случайно увидел три года назад, когда покупал велосипед. В веломагазине микроавтобус использовали как склад для хранения запчастей. Андрей купил ржавые автомобили и полностью реставрировал. Она была простая, неприхотливая, дешевая в обслуживании и в эксплуатации. Очень была популярна в Соединенных Штатах Америки. Она стоила дешевле основных седанов американских. Пользовалась популярностью молодежи, так называемой «Хиппит» тех времен, 60-е как раз года. Кроме ретро-машин, на выставке магнитофоны, проигрыватели, советские конфеты, афиши, каталоги, календари, часы и виниловые пластинки. В прошлом веке эти предметы сложно было достать. О них мечтал едва ли не каждый. Этот автомобиль в СССР называли инвалидкой. Он был предназначен для людей с ограниченными возможностями. Роману Швецу машина досталась в наследство дедушки. Сейчас мотоколяску парень использует как машину выходного дня. «Она полностью с завода была на ручном управлении. Инвалиды могли управлять, которые ног не было. И здесь двигатель с мотоцикла стоит. У всех остальных машин тут современный двигатель, а тут мотоцикленный двигатель». Приз зрительских симпатий достался старенькому Volkswagen. Весь вечер автолюбители обменивались опытом, а посетители фотографировались с необычными машинами. В следующий раз автомобилисты планируют собраться через несколько недель на соревнованиях по автосвуку.